Утро под серебряным дождем Утро под серебряным дождем Итоги и поговорим В продолжении вчерашней темы О том, действительно ли Узбекистан Становится на путь демократических преобразований Или это все очередная такая ширма Вот обсудим как раз политтехнологом Павелом Дубравским Начнем, естественно, традиционно с новостей И самая главная новость, мне кажется, сегодняшнего вторника В преддверии выходных Все на выходные Ну не все, но очень многие ездят на даче И вот господа из Ксаоми Придумали очень годный девайс Палка-чесалка комариных укусов Вот с этого мы начнем сегодняшнего утра О, ну говорят же, нельзя чесать Это же, понимаешь, инженеры Как их называть рисовые А как же все вот эти там мази, кремчики Которые надо наносить на укус И не расчесывать, иначе будет хуже В общем, если вы не видели в интернете, посмотрите Это такая маленькая палочка Похожая на термометр, карандаш, наверное Вы его прислоняете к месту укуса И через полминуты от укуса не остается и следа Вот в чем вся фишка-то Это не чесалка такая, это уничтожалка этих мест Он нагревает кожу специальной инфракрасной лампой Массирует ее специальным встроенным вибромотором После чего, по словам ребят из Китая Зуб у тебя полностью пройдет А место твоего укуса сравняется с кожей, собственно говоря Причем недорого Слушай, цена, да, демократичная Полторы тысячи рублей всего Да, только вопрос лишь в том Что комариный укус в одиночестве на теле не пребывает Он, понимаешь, имеет особенность в некоторых местах Так сказать, образовываться в результате воздействия Не одного сразу нескольких комаров Ну, как правило, так бывает Нет, ну, всякое бывает Бывает, что и один тебя, конечно, искусает Бывает, что вот что-то одно просто чешется сильно А другие не так чешутся Поэтому тут всякое бывает Ну, вообще, классная штука Я вот, когда узнала, что он рассасывает, оказывается, это место Вообще классно Да Какие мази, зачем? Вон, полторы тысячи рублей и все Вот люблю я к Сайоме, на самом деле Вот молодцы, ребята Ждем такой же девайс от Apple С подсоединением к часам умным Ой, да, там, слушай, там надо будет платить за каждый этот... За каждый сеанс, мне кажется, отдельно За каждый сеанс по часунчика Да, 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 да Замечательно Предлагаю сразу перейти к музыке Почему-то сегодня с утра То ли, вот опять же, чесалка комаринах у кузов навеяла То ли еще что-то Захотелось в Бразилии чертовски Давайте начнем с веселого такого бразильского фанка Это калейдоскопио Я постараюсь правильно по-португальски произнести название композиции Вокабме Аперакао Наверное, так Или Аперасао В общем, как угодно Плюс 7903-797-6333 Координаты для ваших мнений, комментариев, вопросов, всего что угодно Вот так это произносится Какая счастливая женщина Поет там Доброе утро, дорогие Хочется в Бразилию Или еще куда подальше Уже давно Песни прекрасные Самый тот для хорошего настроения Спасибо вам Плюс 7903-797-6333 По поводу хорошего настроения Не, по поводу, я бы сказала, даже не хорошего настроения Счастья Я уже заметила, что женщина там счастливая А вот тут эксперт Суперджоп решили узнать у россиян, что делает женщину российскую счастливой Да, по мнению мужчин, женщины в Российской Федерации счастливы, когда любимы и состоят в браке Вот тут сейчас патриархатом пахнуло прямо Это хуже, чем запах немножко хлорированной мытья полов у нас в студии сейчас, который наблюдается Да, да, да Однако жительницы Российской Федерации с ними не совсем согласны Но кто их спрашивает, как говорится Конечно Например, карьера для россиянок также важна, как и материнство Респонденты, принявшие участие в вопросе, могли указывать несколько вариантов ответа Так, мужчины считают, что счастливыми женщин в России делает в первую очередь любовь В этом убеждены 57% опрошенных Каждый второй, при этом это 52% тоже немало, уверен, что женское счастье заключается в создании семьи 41% в материнстве, а 40% в достатке Ну, хоть тут Без секса не считают возможным женское счастье 23% мужчин Без привлекательной внешности 16%, без замужества 15% При этом каждый восьмой 12% так ответили, считают, что женщины счастливы, когда чувствуют себя свободной И лишь 11% сказали, что счастье россиянок заключается в построении успешной карьеры Вот забавно, женщины, в свою очередь, на первое место в рейтинге того, что им нужно для счастья Поставили достаток Вот так, 59% так считают Вот держитесь, на втором и третьем месте оказались любовь и семья Только на втором и третьем месте любовь и семья Причем 57% и 53% соответственно А вот она, победившая, собственно говоря, победившая феминизм Вот она, современная цивилизация и так далее В чем тут, господи, феминизм? Это просто здравый смысл, я бы сказала Расчет разумный просто Конечно Жить-то как-то надо Вот именно Любовью в семье, но без денег не получится Как бы ты свою семью не любил Без денег, как это, семья разбилась, а финансовый быт Вот это, конечно, не про нас Материнство и карьера для россиянок тоже имеют важное значение Их назвали главной составляющей счастья 35 и 33% женщин соответственно А вот свобода важна для 30% женщин Творчество для каждой четверти Для 25% тоже немало, как мне кажется Привлекательная внешность для 18% Дружба для 14% А вот секс и замужество, как главные составляющие счастья Называют лишь 10,7% женщин соответственно Вот так вот Значит, надо нам как-то наши прицелы мужские Сообразить Сообразить Все-таки совместить, я бы так сказал С женскими целями и мушками Тогда, глядишь, у нас будет некая синергия наблюдаться в какой-то веке Может быть, вот там Елена пишет Нет графы счастья вне зависимости от мнения окружающих Да, кстати, вот этого бы очень хотелось Но этого очень тяжело добиться, наверное, на самом деле Да и вообще В нашем обществе особенно Почему нет графы? Спрашивали же, что делает женщина счастливой? А почему нет графа? А я и уже счастлива? У меня все устраивает? Почему я бы так говорил? Нет, тут может быть не в том плане, счастлива или несчастлива Имеется в виду, какие факторы влияют на ваше счастье? Может быть, может быть Наверное, из-за этого Для меня, например, очень странной была вот эта вот привлекательная внешность Потому что это такая, так скажем, штука, которая иногда от тебя не зависит Скажем так Ну, в общем, да Знаешь, это как страну не выбираешь, которая родилась, к сожалению Да, да, и внешность, к сожалению, тоже не выбираешь, которая родилась Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вот когда-то, 2 января 1976 года в 14.25 примерно, когда я появился Ну, в 14.20, вот где-то через 5 минут, меня спросили, а я вообще готов вот здесь, дальше? Да, может сменим гражданство, да? Да, может сразу же, да Я, кстати, вчера познакомился с инфографикой по поводу предоставления гражданства по рождению Я не стал это дело выносить в эфир Но коммерсант подготовил большой обзор, где в мире предоставляется гражданство по рождению Есть, оказывается, 4 типа То есть гражданство по рождению, безусловно Гражданство по рождению в случае, если у родителей есть вид на жительство в этой стране Гражданство по рождению не предоставляется И четвертый, по-моему, там вариант, когда гражданство по рождению возможно при выполнении каких-то условий Так вот я с удивлением обнаружил, что большая часть Евразии Ну, не считая некоторых стран Европы, ну, в частности, России Не предоставляет гражданство по рождению У нас такого правила нет У нас может ребенок получить гражданство только в том случае, если его родители являются гражданами Россия. Сам ребенок автоматически при рождении на территории России не получает гражданства. Для меня это было, кстати, открытием. При том, что вся Северная и Южная Америка, вот целиком оба континента, предоставляют гражданство каждому, кто родился на их территории. Вне зависимости от страны. Вся Северная, Центральная Америка и Южная Америка, вот прям вот целиком, вся вот эта часть глобуса представляет гражданство по рождению. Вот такая забавная штука. В Европе не все предоставляют. К примеру, его голландцы условно, если кто-то имеет вид на жительство в Голландии, да. Испанцы предоставляют по рождению, французы предоставляют по рождению, англичанин нет. Вот такая вот эта штука. Ну, а не зря же у нас, кстати, очень много народу рвануло в последнее время в Аргентину рожать, как мы знаем, да, потому что там тоже есть гражданство, и там достаточно легко получить вид на жительство, достаточно быстро. Вот Вадим пишет, так нам, мужикам и надо, чтобы не преувеличивали свою значимость. Вадим, вы прекрасен. Девушка, судя по всему, пишет, не родись красивой, родись активной, прям как в известном фильме. Не учите меня жить, лучше помогите мне материально. Помните замечательную фразу из фильма «Москва слеза мне видит»? И тут сразу, естественно, мужчины побежали, которые начали писать, что да, вот женщины, вы такие все меркантильные, все такое. Дорогие, а тут, по-моему, не указано было достаток, как бы, откуда берется для счастья. Может быть, женщины имели в виду то, что они сами заработают, а не то, что вы им дадите с вашего барского плеча. Ну, конечно, да. Слушайте, любовь приходит не с первого рубля, а с тысячного. Ну, вы прям глубоко, Александр, так сказать, погружаетесь. Ну, так это цитата. Ну, да. По поводу переживаний. Вы знаете, тут казахи отличились в Екатеринбурге. Вы не поверите, уважаемые дамы и господа. Они представили, и я прям вот сам даже захотел попробовать, что это такое. Значит, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Но они представили цифровой алкоголь. Со слов создателей, достаточно менее минуты посидеть в наушниках и послушать определенный набор музыкальной ритмики и звуков, и вы опьянеете от этого звука. Ну, понятное дело, что с расстоянием цифрового алкоголя уже есть целевая аудитория. Не, мне просто интересно, а это, ну, опьянеете как у тебя? Не знаю. Изменится химический состав крови, как это бывает при употреблении? Вот это самый интересный вопрос, который как раз меня мучает. Или это просто эффект такой, а на самом деле это трезво, грубо говоря. Можно ли после такого прослушивания сесть за руль? Сможешь ты собраться или нет? Можешь ли ты собраться, да. То есть это явно такое, значит, мы знаем, в чем заключается процесс опьянения. Это химический абсолютно процесс, алкоголь проникает в твою кровь и так далее, и тому подобное. Но если тут идет речь о каком-то ментальном воздействии при помощи звуковых волн, оно доказано, оно действительно существует, известно, что при помощи звуковых волн можно воздействовать на огромное количество людей. Это как с гипнозом. Да, кто-то подается гипнозу, кто-то не подается гипнозу. Причем те, кто говорят, что я не поддаюсь гипнозу, как правило, поддаются к нему лучше всего. Показывает практика, опять же. Вот, видимо, здесь что-то такое аналогичное сработало. Но само понятие цифровой алкоголь... Слушай, ну ты не помнишь, наверное, лет так может быть, вот как бы сейчас, не смотри, 15 назад, может быть, побольше? Аудио-наркотики? Ну, тоже считалось, что ты можешь послушать и кайфануть. Я не знаю, что это такое, я видела только рекламу. Пробовала-то, интересно. Я не пробовала, я первый раз слышала. Я видела, что кругом была только реклама, и я как-то так опасливо всегда мимо проходила. Я боялся послушать. А ты попробовал? А, ты боялся послушать. Да, мне лет 15 было, и я не хотел этой фигнёй заниматься начинать, мало ли чего. Вдруг зависимость будет? Насколько я слышала, это полная фигня была, но там просто какой-то действительно странный набор звуков. Ну, не знаю, может быть, кто-то кайфовал от этого. Ну, смотри, видишь, они продолжают казахи-то изобретать и экспериментировать со своими звуковыми наборами. Слушай, ну, многие же слушают вот это, как это называется, АСМР, по-моему, да, когда в микрофон вот разные люди, блогеры, например, они разные всякие звуки там производят, да. Как 25-й кадр, типа того. Да-да-да, кто-то там вот так вот шуршит по этой вот. Слушай, вообще никогда не знал. И люди, понимаешь, и люди, да ты что, это же огромная целая индустрия. Слушай, я столько лет у микрофона и в жизни первый раз слышу вообще об этом. Люди деньги этим зарабатывают. То есть люди с тятами реально прикольно слушать какие-то странные звуки. Причем эти звуки могут быть абсолютно разные. Там от потрескивающего камина до того, там, я не знаю, как женщина что-то шепчет. Или как она красит губы вот там. Вот так вот делает, да-да-да, или что-то там еще. То есть вот. Слушай, надо найти специалиста по этой отрасли закладывания 25-го звукового кадра. Вот искренне. Давай попробуем найти, потому что вот это аудиовоздействие на человека, насколько оно реальное, насколько оно эффективно. Меня прям это новость о цифровом алкоголе вбрасывает. И, конечно же, у меня есть тот же самый вопрос, как у нашего слушателя. А цифровой похмелье от него будет? И в каком виде оно будет наблюдаться? Передо мной циферки будут меняться? Или нули единицы постоянно перед глазами? Да, нам вот еще трансляция тоже пишет. Казахи открыли для себя аудио-наркотики. Ура, не прошло 20 лет. Да-да-да. А может быть. Но слушайте, надо попробовать, честно. А по поводу этих специальных звуков, а никто не пробовал просто вокабуляром собственным пользоваться и мозгом. Ну, говорят так лучше, когда разговариваешь с людьми. Нет, ты понимаешь, людям вроде как приятно слушать такие звуки разные. Ну, каждый свое выбирает. Там кому-то нравится, как фольга какая-то шуршит. Кому-то там, я не знаю, как что-то еще такое делается. Угу, да, хорошо. А я хотел послушать и покричать в большую трубу тоже. Кстати, коммуникейшн тьюб. Помните, как было в фильме Асса? Коммуникейшн тьюб у мальчика Бна-на-на. Это же замечательно было. Ладно, давайте к другим новостям придем. Вчера официально появилась информация. Об этом мало того, что написали сразу нескольких СМИ, но я в данном случае сошлюсь. Официальный источник информации в России. Российская газета сообщает, что Джонни Депп все-таки приедет в Россию. Снова. То есть у российской газеты нет больше просто более важных... Знаешь, спасибо им за эту новость, потому что мы сразу же напрягли наш редакторский отдел, ты вчера видела. Потому что первая мысль, которая у меня промелькнула в голове, а почему бы господину Деппу не прийти в нашу студию и не сыграть здесь? Вместе с лидером группы Ямори Михаилом Лисовым, который его, собственно, пригласил, они будут записывать совместный трек. Вы говорите, что это невозможно, я скажу, почему нет. Это как плакат, который висит у меня за спиной в моем офисе. Высказывание господина Сеичиры Тойоды, основателя компании Тойоды, которую, как мы знаем, я люблю всеми фибрами души. Но, тем не менее, он сказал очень умную фразу. Прежде чем сказать, что это невозможно, попробуй это сделать. Вот я думаю, что мы попробуем сделать, потому что, ну, куда, кроме как на серебряный дождь, прийти такому человеку в нынешних временах? Ну, он не пойдет же на маяк какой-нибудь, понимаешь, или там, прости господи, шансон. Ну, естественно, ему к нам welcome. Потому что мы, радиостанция, которая поддерживает вообще все то нетривиальное и самое интересное, что выходит не только в музыке, а вообще и в словах. Поэтому ждем Джонни Деппа здесь, начинаем активную работу по этому поводу. Он приедет, кстати, впервые с 2018 года, когда было последнее выступление его группы Hollywood Vampires в Олимпийском. В 2020 году у коллектива появилась идея записать с Джонни совместную песню, и группа закинула эту идею менеджменту Деппа. Ну, это уже про группу Яморя. Да, про группу Яморя. На протяжении двух лет по данному вопросу велись переговоры, но все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Хёрд. Они, как известно, там никак с кроватью не могли разобраться. Не до песен было, видимо, Джонни. И вот после окончательной победы в суде участнику Ямори Михаилу Лисову сообщили, что Джонни таки готов приехать. По словам Лисова, гонорар Деппа составит 370 тысяч долларов, плюс экскурсии по маршруту Калининград, Зеленоград, Куршская коса, Светогорск, поселок Янтарный. В Москву не заедет, но ничего, мы поработаем над этим. Михаил добавил, изначально Деппу предлагали большой гонорар, но команда актера сделала ответное предложение о меньшей сумме, но с экскурсией по России. Через две недели, начиная со вчерашнего дня, у господина Лисова запланирован видеосозвон с актером. Волнительно, конечно. Далее цитата. Хотя Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого. Классный мужик, говорит музыкант, заверяя, что уже активно идет подготовка к его приезду, а осознание, что все это не сон, еще к нему не пришло. Так, Михаил, пусть оно к вам приходит, глядишь, тогда и до нас доберется. Нам будет проще. Попробуйте, но цена вопроса. Слушайте, ну я честно не думаю, что такой человек, как Джонни Депп, при приглашении на такую станцию запросит еще какого-то дополнительного гонорара. Это не того уровня люди. Вот какой-нибудь промоутер может запросить денег за музыканта или актера, но сам музыкант, как правило, тем более известный, уже прекрасно понимает, когда и куда он приезжает. И если мы немножечко надавим на его либеральную основу мозга, что независимые радиостанции такому человеку во время столь редких визитов подобных людей в страну как раз-таки стоит посетить и поддержать, вот это будет правильным, мне кажется, подходом. Если ты предоставишь ему телепорты с Калининграда в Москву, будет вообще прекрасно. Я готов его на машине своей отвезти и встретить там. Вообще не вопрос. Он до Куршеской косы, я готов его там встретить, сам лично провезу с ветерком, ему понравится. Я даже не знаю, он ездил как-нибудь на Альфа-Ромео-то вообще? Тоже не факт, неизвестно. Вот, пожалуйста, один из плютиков. К нему в карму, конечно же. Ладно, давайте к другим новостям перенесемся в Россию. Перед бизнес-новостями самое время сказать, что президент России Владимир Путин предписал закон о программе долгосрочных сбережений для граждан. Она заработает с 2024 года. Министр финансов, в свою очередь, Антон Силуанов, сказал, что, с одной стороны, программа позволит гражданам получить дополнительный доход в будущем, а с другой предоставит новые источники внутреннего финансирования экономика. Мне кажется, второе здесь более ключевое, нежели первое. Дело в том, что фактически эта программа приходит на смену прежней системе государственной накопительной пенсии. То есть все-таки тот момент, когда пенсии не станет, вот он пришел, да? Как там со звуками? Те же «бень», только сбоку, да? Для участия в ней нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. А почему с государством нельзя? Или у нас государственные исчезли? Ну ладно, у нас, в принципе, один пенсионный фонд. Ну, окей. И перевести ему все свои пенсионные накопления. Ну да, государство также будет стимулировать участие в проекте долгосрочных сбережений, именно с финансированием за период с 2024 по 2026 годы. Маленький какой-то период, на самом деле. Два года всего. Да, при доходе до 80 тысяч рублей на 1 рубль взносов будет предоставлен 1 рубль со финансирования. То есть рубль даешь? Да, рубль тысячи добавили государство. От 80 до 150 тысяч рублей на 2 рубля взносов 1 рубль со финансирования. Ничего не изменилось, как говорится. Ну, по-моему, по-моему, что-то нужно. А, ну, да. 150 процентов, там 100 будет. Да. И, кроме того, участники программы смогут оформить и ежегодный налоговый вычет на сумму до 52 тысяч рублей. Слушай, я, наверное, даже не знаю. Сбережения, ну, скажу, что сбережения можно использовать после 15 лет участия в программе при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Вложенные личные средства по истечении 15-летнего периода можно забрать в любое время в размере, обозначенном договором. Нельзя будет забрать старую накопительную пенсию. И вот тут у меня был самый большой вопрос. Хорошо, вот новая программа есть. Пусть она называется «Долгосрочных сбережений для граждан». Очень нескромный вопрос. А как со старыми накопителями, которые заморозили? Слушай, это ладно, нам сразу вот пачка сообщений пришла, и смысл там примерно один. Лохи снова поверят. Бизнес-новости под серебряным дождем. Ручки, блокнотики, телефоны ставим на запись. Что посмотреть? Вторник, сериалы. Хорошо бы вообще было посмотреть, конечно, нормальное лето. Да, сегодня в столице не очень хорошо погодит. Но, друзья, если вы столичный житель печальный или еще у вас что-то плохо так же с погодой, как и у нас, тогда добро пожаловать в сериалы. Их все еще мало и все меньше и меньше, потому что летний сезон, понятно, небольшой застой. Но, как говорится, азиаты нас не оставят без нового контента, поэтому есть все-таки что наскрести по сусекам. Но и не азиатами едиными, между прочим, вот на этой неделе, наверное, главная премьера выйдет 13 июля. Называется сериал «Замкнутый круг». И любопытно она тем, что снял ее Стивен Содерберг, если что, это сын того самого Содерберга. Но Стивен, он тоже уже, так скажем, поднаторевший кинодел. Хороший слово, кинодел. Да-да-да, потому что именно он стоял, например, за съемками сериала «Больница Никербокер». Кто знает, это такой культовый, замечательный сериал. Он также снял, например, фильм «Нокаут». Может быть, кто-то видел такой бодренький боевичок недавно, ну как недавно, сравнительно, года 3-4 назад у него выходил. Любопытный триллер «Не в себе», где он давал, так скажем, дань почести стилю своего отца как раз. А тут, в общем, сериал «Замкнутый круг», который, ну это такая... О чем это вообще? В общем, сюжет строится вокруг похищения сына такого высокопоставленного... Чиновника? Ну, не чиновника, а, в общем-то, такого богатого жителя Нью-Йорка, скажем так. Так. Вот, ну, он, по-моему, адвокат, если я не ошибаюсь, юрист, что-то такое, вот, у него все хорошо, и, в общем-то, его сына похищают, а его семья начинает разбираться с этим похищением, понять, кому это... Понимаю, ну, пытаться понять, кому это нужно, для чего это нужно, и, естественно, становится ясно, что не все так просто в этой семье и в окружении ее, и что не такие все вокруг добрые, и какие-то там есть свои интриги, так скажем, какие-то свои скелеты в шкафах. И все это... Да, да, в общем, это такой психологический триллер, близкий, наверное, к криминалу даже, снятый, естественно, очень качественно, очень такая лощеная, красивая картинка, очень много каких-то неожиданных поворотов, если вот любите такие вот неожиданности в кадре, то добро пожаловать. То есть, опять же, надо иметь в виду, что Стивен Содерберг, это скорее про действительно такие тяжелые психологические триллеры, от него можно иногда ожидать чего-то очень необыкновенного, поэтому вот этот проект точно очень интересный будет. 13 июля он выходит, еще раз напомню, называется «Замкнутый круг». А дальше все-таки переходим к азиатам, потому что больше... Без них сейчас никуда, я понял. Да, нам никто ничего особо так не представил, там будет еще один проект, который не азиатский, но пока все-таки про азиатов. Япония на этот раз представляет сериал, который называется «Охваченный пламенем дом Митарай». Вот любят они короткие, емкие названия, мне прям нравится. Да-да-да, особенно в аниме, но вот это не аниме, это просто обычный сериал, выходит он тоже 13 июля. В общем, там интересная достаточно затравка, тоже такая в стиле триллера, там рассказывается про девушку, мать которой в свое время взяла на себя вину за страшный пожар, который, собственно, поразил их дом, так скажем. И через много-много лет, ну, в общем-то, вот эта вот трагедия, этот пожар, вину за которой взяла ее мать на себя, расколол их семью, отец из нее ушел, завел себе новую семью. И через много-много лет эта девушка, которая уже выросла, естественно, решает прийти в семью к отцу. К папашке. Да, анонимно, в качестве служанки, чтобы, так скажем, отомстить женщине, которая увела отца из семьи. И разгадать, что там у нее тоже в шкафах припрятано, какие скелетики, потому что женщина, кажется, непростая вполне себе. Вот, в общем, очень стильный такой драматичный детектив про тайны семьи, про то, как тяжело детям при расставании родителей, про то, как они потом все это переживают. Естественно, все это еще накладывается на какой-то несколько мистический такой оттенок, потому что Япония, понятно, они очень любят мистику и все со всем связанное. Там, наверное, без этого тоже не обойдется. Интересно очень выглядит, правда. Такая прям замануха для любителей жанра, точно. Кстати, на днях у нас в эфире будет господин Дергунова, партнер известного агентства. И мы поговорим не только о том деле, который сейчас происходит, связанный с Химкинским колледжем, но поговорим о том, как сделать развод безболезненным для детей и вообще для всех членов семьи. Да, это тоже важно. Это тоже продолжение, такой вот небольшой мостик построим к будущим эфирам. Это, по-моему, у нас, не ошибаюсь, уже буквально завтра. Еще один тоже азиатский проект на этот раз, слушайте, даже индонезийских, по-моему, да, который называется «Энигма». Выходит он 15 июля, то есть в субботу. Это хоррор, скажу сразу. Индонезийский хоррор, я уже заинтригован. Да, и надо сказать, что индонезийцы, жители Индонезии, в общем-то, и кинематографисты Индонезии, они знают толк в хоррорах. Они не берегут своего зрителя. Они для нашего глаза очень странные, и благодаря этому, возможно, очень выглядят по-новому и очень жутко. Я сейчас забыл название фильма, но это где-то вот из нулевых годов, лет, наверное, 10 ему. Ну, это тоже индонезийский хоррор, как людей в джунглях ели. Ух ты. Такой, я тебе скажу, он трэш-хоррор. Да, на них нападают какие-то животные, растения, которые вместе с животными. Все нападает. Я не вспомню, сейчас знаю, ну, это прям вот кошмар-кошмар. Ну, тут, скорее, уклон тоже в сторону мистики, а не того, что кто-то тебя может сожрать, хотя кто знает, кто знает. Мистико по индонезийскому. Да, 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 там рассказывается про старшую школу, в которой начинают происходить какие-то странные вещи, потому что ученицы постепенно начинают сходить с ума. И вот главная героиня, она как-то вот тут догадывается, что, возможно, это сумасшествие, вот эти вот сумасшествия массовые, они связаны с новым учителем, который недавно к ним пришел. И уж вот что это за учитель, да, и к чему все это приведет, ее расследование, собственно, вот этих вот странных дел, мы узнаем, если посмотрим сериал «Энигма», выходит он 15 июля. Но это точно хорошее, так скажем, поле для экспериментов, посмотреть такой сериал. Помнишь фильм? Замечательный, в каком-то смысле культовый фильм, «Факультет», когда девушка-то снова пришла, и там вот это вот все началось. Вот это был забавный индонезийский вариант «Факультета». Точно. Класс. Еще один проект, который выходит на этой неделе на Нетфликсе, он как раз-таки американский, в отличие от всех остальных проектов, о которых я сегодня рассказываю, ну, кроме сериала, да, Стивена Содерберга, выходит он тоже 13 июля, называется «Выживание толстушки». Это та серия, это, так скажем, та категория сериалов на Нетфликс, которая рассказывает про разнообразие гендеров, разнообразие, в общем-то, там... Социально важные сериалы. Ну, так скажем, да, и, может быть, сериалу «В угоду» нынешней, там, моде, повестке, что-то такое, который, в общем-то, рассказывает про главную героиню, которая работает стилисткой в Нью-Йорке, мечтает добиться успеха в мире моды, но, как это всегда бывает в таких проектах, все у нее плохо в какой-то момент, там, и парень ее бросает, и с работой что-то не складывается, и, в общем, она решает все-таки выстраивать, так скажем, свою жизнь заново, стать крутым каким-то модельером и будет к этому стремиться с помощью своих друзей, коллег и замечательного хорошего настроения. Это такая легкая, красивая комедия про моду, про, действительно, стремление к своей мечте. В общем-то, я думаю, ничего плохого в этом проекте нет на самом деле, просто надо учитывать, что это Netflix со всеми, так скажем, прочитающимися. Ну, это будет качественно, стопудово. Ну, качественно, не знаю, насколько уж качественно, но... Ну, Netflix снимает хорошо. Мне вспоминается «Дьявол носит Прада» сразу же из той же самой серии. Ну, я думаю, «Дьявол носит Прада» это посильнее все-таки будет этого проекта, хотя, кто знает, кто знает, ну, вот, можете посмотреть и вот это, если любите что-то про моду. «Съеденный заживо», да, возможно, именно так назывался фильм, может быть, вы действительно правы. Спасибо вам за это. Плюс 7903-7976-333. И если вы не успели что-то записать, помните, всегда запись этого эфира. Вы можете пересмотреть, мало того, что на Рутюбе, на Рутюбе, но прежде всего на Дзене. Все это выкладывается. Да, список мы прямо выкладываем. Список ты тоже выкладываешь на Дзене? Да, там мы выкладываем. Выкладываю не я, да, но мы выкладываем. Ну, автоство твое, все. Я еще про парочку аниме расскажу. Давай, давай, давай. Потому что у нас тоже есть, раз уж по азиатам мы тем более на этой неделе. Без аниме-то. Вот еще одно аниме выходит 12 июля. Называется оно «Хельк». Это такое, знаете, типичное героическое аниме, которых очень много. Про какой чудик, да? Нет, не про чудик. Это про то, как человечество однажды побеждает короля демонов. В общем-то, все замечательно. Но это, вот, все замечательно. А вот в королевстве демонов все плохо, потому что демон-то проиграл. Они демона свергают, а он у них типа президента, надо понимать. Они демона свергают. И теперь им надо выбрать нового, так скажем, главного демона, который опять вернется и человечество завоюет. Вот. Для этого они устраивают огромный турнир, на котором должны сражаться все претенденты. Демонический. Да-да-да. На статус короля демона. Главного демона. Да, и прикол-то в том, что, как бы, фаворитом вот этой гонки и вот этих боев становится человек. Как раз-таки по имени Хельк. Специально обученный. Который терпеть не может людей. Хочет стать королем демонов и уничтожить человечество. Вот. И тоже, естественно, а местные жители Хельку не доверяют и ненавидят его, потому что он человек. И тоже его хотят как-то изничтожить. В общем, что будет с Хельком, вообще непонятно. Но, по-моему, это очень такой героический и смешной. А сколько серий ты не знаешь? Ну, чтобы понять, когда что-то будет с Хельком. Слушай, я могу, конечно, ошибаться. Я не супер-знаток аниме, но обычно там серии 12. Ну, стандартный где-то вот такой тайтл, как это говорится. А там что дальше, может быть, больше будет. Может быть, больше сезонов потом будет. Ну, в общем-то, это такой забавный и очень такой, знаешь, с каким-то налетом ретро, как мне показалось. Проект, вот все, кто любит там старенькие вот эти анимешки, мне кажется, очень порадуются. Главное, политический параллель не переводить, не проводить какие. Ну, да, там мало политики. Аниме у них всегда все в вымышленном мире, поэтому это очень удобно. И 10 июля еще выходит проект, который называется «Синдуальность». Это тоже аниме, которое рассказывает пара, 2222 год. Естественно, в это время, так скажем, ну, это, в общем, время уже, которое... Ну, постапокалипсис такой, можно сказать. То есть все случилось, но все живы еще. Ну, часть какая-то живая, так скажем. В общем, когда-то давно, да, произошел вроде как конец света, кто-то там выжил, ядовитый дождь породил еще уродливых существ, которые живут рядом с человечеством. Да, а вот остатки человечества как-то пытаются выживать в этом новом мире. Они строят подземное такое убежище, где, собственно, и обитают. И там у них, соответственно, роботы рядом с ними, как это и ведется, искусственный интеллект, все дела. И вот, собственно, это проект о том, нет, это как раз проект о том, как искусственный интеллект, который создали люди для своего выживания, будет, собственно, сосуществовать вместе с людьми, вот, с остатками человечества. Помогать им выживать. Да, да. Ну, вот это хорошая идея, мне вот это нравится. Ну, да. Особенно на фоне последних хайпов об опасности искусственного интеллекта, вот этого всего. Слушай, давай как раз-таки мягенькую композицию сейчас вот под занавеси. Как вы считаете, Роман, можем же, да? У нас такое красиво. Абсолютно. Очень, 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 кстати, соответствует, наверное, тому, что мы видим из окон сегодня в Москве, если в столичном регионе. Специально для вас Rolling Stones. Rain fall down. Это утро под серебряным дождем. Плюс 7903-7976-333 его координаты и несколько новостей под занавес. Буквально новость этого часа. Первое издание Гарри Поттера продали с молотка за 13,5 тысяч долларов. Аукцион прошел в городе Личфилд, графство Стефордшир. Тираж книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» 1997 года составил 500 экземпляров. И лишь 200 поступили в продажу. Остальные разослали в библиотеке. Первый тираж действительно был очень маленьким. Самое забавное, что в свое время продавец, который сейчас реализовал книгу за 13,5 тысяч долларов на аукционе... Знаешь, за сколько ее купил? Ну-ка. Честно. 36 центов. О-о-о! Вот это нормально. 36 центов вложил, 13,5 тысяч получил. Это норма прибыли в 10 тысяч процентов. Ну, я вот думаю, действительно ли так ценные эти книги, ну, потому что, я не знаю, ну, 90... Какой ты сказал? Седьмой там год? 97-й год. Ну, не вот уж. Я понимаю, когда покупают там книгу какого-нибудь там конца 18 века, начало 19-го, я не знаю, там, с автографом Джейн Остин. Тогда да. Ну, блин, ну, извините меня, когда 97-й год и все еще так свежо, ну, не знаю. Ты знаешь, тут впору отметить ценность того или иного произведения, того или иного писателя в мозгу современников. Видимо, Джон Остин не столь популярна и не вызвала такого хайпа, какой вызвал Гарри Поттер и вся эта... Ты поверь, мне она столь популярна, и ее книги гораздо дороже, особенно вот эти вот старые на этих, на аукционах. Ну, вот видишь. Ого-го! Ну, вот видишь, как бывает, вот как бы ты ни был. Я просто о том, можно ли сравнить книги, которые не такие старые, понимаешь, и не столько, так скажем, десятилетий, столетий даже выдержали популярности. Слушай, на 500 экземпляров это очень маленький тираж, и, в принципе, тот, кто приобрел эту книгу за 13,5 тысяч, теоретически, лет через 5, может ее продать еще дороже. Ну, вот, понимаешь, надо, чтобы хотя бы пару сотен лет прошло, чтобы понять, насколько действительно Гарри Поттер станет классикой. Или про него все забудут. Через пару сотен лет, как он будет читаться? Да. Неизвестно. Зато сейчас можно отправиться в круизное путешествие на самом большом лайнере в мире. Нет, его не назвали «Титаник». А зря. И айсберг еще, айсберг не подгоняют. Курсировать он будет все-таки по южным направлениям. Значит, у этого лайнера, внимание, уважаемые дамы и господа, чтобы вы понимали, 20 палуб, 7 бассейнов, водные горки, собственный аквапарк и водопады. Экипаж состоит из 2350 человек, само судно вмещает 7600 пассажиров. Да, там 40 ресторанов, боулинг, кинотеатр, концертный зал. Я посмотрел фотографии. Выглядит это ужасно, честно говоря. Знаете, почему ужасно выглядит? Потому что аквапарк, стоящий на верхней палубе, вот эти трубы, непонятно какие, но они напоминают какой-то огромный спрут или осьминог. Будто бы напал на корабль и щупальца свои оставил на верхней палубе. На корабль не похоже, это просто какое-то огромное нагромождение всего, такая вот махина. И я, честно говоря, вот на нее смотришь, я думаю, просто страшно на ней плыть. Если честно, действительно, это страшно. Вот правда, мне кажется, я бы, наверное, не зашла на борт такого. С учетом того, что он больше, чем «Титаник» размером, чтобы вы понимали, дорогие друзья. Там он не просто больше, он, по-моему, раз в семь его больше. Там было даже сравнение вот этого вот именно «Титаник». В общем, просто каждый раз, когда человечество строит что-то самое большое и типа непотопляемое, мне кажется, что природа ему опять что-то докажет. Мы постараемся вам сообщить о результатах первого круиза, как только они появятся. Там, кстати, не самый дорогой круиз. Я посмотрела на наши деньги, что-то около 250 тысяч рублей, по-моему, он стоит. За неделю, по-моему, там недельное путешествие. Ну да, как-то так. — Пожалуй, откажусь. Не люблю мголюдные пространства, пишет наш слушатель. Возможно, возможно. Мы маршрут тоже пока толком, собственно, не знаем. Ну и вот еще тут нам пишут, что вчера на термометре было 41 по поводу плохой погоды в Екатеринбурге. Это вообще нормально ли это? В Магаданской области было 37 градусов не так давно, а вчера выпал снег. Объявили экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Заявили в местном пожарно-спасательном центре. По словам ведущего синоптика региона, заморозки останутся в регионе на два ближайших дня. Будьте у нас на КВМе, приходите в гости. Нет? Уж лучше вы к нам. Продолжение следует...